так сколько там у нас времени 14 02 или 03 даже уже так ну вот начали потихонечку присоединятся люди всем здравствуйте всем 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 троим человеком так сегодня у нас четверг прямой эфир 2 часа лето продолжается назовем эфир лето продолжается так значит девчонки здравствуйте надеюсь что слышно и видно как на это так модно спрашивать найти когда прямой фирту не включает и первое что спрашивать мне слышно меня видно так вот мне слышно и видно я надеюсь что да марин ты как думаешь меня слышно видно да на всякий случай такого у нас уже 29 28 я 29 здравствуйте спасибо за сердечки слышно все хорошо она все началась нам подсказали что нас слышно и видно итак девчат всем здравствуйте сегодня у нас четверг два часа прямой эфир значит мы сегодня взяли тему такую для вас очень простую очень быструю и я надеюсь что мастер класс не займет много места здравствуйте не займет очень много времени вот так скажем так и вы сможете как бы вот в течение августа так как лет еще у нас продолжается может быть еще кому-то сделать по коррекции а то и подвес какими-нибудь яркими красивыми цветами и я хочу вам допустим показать очень простые варианты может быть вы даже наверное скорее всего вот посмотрите и будете знать как их делать но может быть кто-то вы все-таки новенький есть кому будет интересно да что мы тут творим значит мы с вами можем взять любые яркие цвета и для вот этих вот ярких красивых летних дизайнов мы можем взять какие-нибудь неоновые оттенки гель-лаков я надеюсь я думаю вернее я уверена что у мастеров есть такие оттенки всякие яркие такие знаете сейчас я так вот уберу типсики то например там неоновый вот такой вот красивый яркий 51 цвет лазерный лимон очень красивый яркий там зеленый 052 цвет да тоже неоновый оттенок неоновый оттенок синего цвета вот номер 53 номер 49 адреналин 54 такой вот красивый фиолетовый это все девчат цвета которые очень давно как бы мы используем в работе вы меня не вышли уже очень 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 давно и многим известно да даже по нумерации видно что они были одни из первых скажем так неоновые яркие красивые летние цвета ну и конечно же опять же когда как не летом делать такие яркие дизайны неоновые цвета девчат очень ярко и красиво смотрятся когда вы наносите их на белый фон и для белого фона сейчас мы аккуратненько в сторону это все уберем прежде чем уберем я наверное сделаю вот так потому что они нам все равно все потребуются мы возьмем с вами неоновый желтый оттенок ну кому интересно это 051 051 давайте возьмем яркий зеленый 52 сюда же до в арсенал наш давайте возьмем к синенький это 53 неоновый тоже оттенок яркий красивый даже по сравнению желтым и зеленым еще такой более плотный цвет можно взять сюда же сочетать какой-нибудь вот такой яркий цвет вырви глаз называется сорок девятый адреналин я думаю что у всех мастеров есть какой-нибудь в арсенале яркий розовый оттенок тоже сюда подойдет в принципе в наверное думаю достаточно будет да то есть как бы задействуем неоновые оттенки так это я просто пока уберу в сторону и вот выложила на палитра очку для основы можно взять например альпийский снег гелевая краска гелевая краска альпийский снег гель прикольный гель шикарный если вдруг вам нужно какой-нибудь нежный оттеночек допустим там какого-нибудь пастельный розовенький можно взять неончик и добавить смешать с альпийским снегом например прям добавить прям гель-лак смешать гелевой краской и ничего страшного не будет и получится пастельный розовый оттенок и так далее то есть как бы все неоновые цвета можно смешивать например с белого получать более нежные пастельные оттеночки для покрытия так альпийский снег гелевая краска с липким слоем если например нету гелевой краске альпийский снег можно конечно же взять например оттенок 001 это белый лотос до белый гель-лак для покрытия значит еще нам в работе с вами потребуется гелевая краска черный тюльпан гелевая краска черный тюльпан это такой легендарный гель очень многие мастера с ним знакомы гель ну вот у меня french например нарисован до черной гелевой красочкой вот шикарный гель плотно ложится классно с липким слоем закрывается топом все с ним прекрасно используем для покрытия используем для прорисовки но сегодня мы обратим внимание с вами на то что на липкий слой гелевой краски черный тюльпан очень хорошо отпечатывается фольга и вот например в дизайна который мы с вами сегодня сделаем допустим обязательно сделаем такой вариант как бы на котором будет вот такая вот видите вот на заднем плане это нарисованы ли не черным тюльпаном и отпечатана фольгушечка да это как бы очень одно из главнейших наиважнейших наиважнейших особенности гелевой краски черный тюльпан на который хорошо очень отпечатывается фольга причем без пробелов без ничего такое называемое литье так значит альпийский снег для основы черный тюльпан для рисования отпечатывания фольги так что нам еще потребуется нам потребуется наверное м-паста но это потом чуть-чуть в конце потому что к фону который мы будем делать и яркими неоновыми оттенками мы можем с вами добавить любые декорации это например вот опять же продолжение летать тема темы лета например nail dress 87 апельсины или там nail dress например 88 экзотика когда как не летом да такие пользоваться такими слайдерами цветущий сад номер 83 то есть можно добавить к нашим ярким фонам вот любые такие всякие цветочки бабочки жучки и так далее паучки а вот а еще вот так вот выходили у нас набор гель-лаков и туда входили вот слайдеры с такими пчелками то есть отдельно не продавались а входили именно в набор с гель-лаками которые вышли вот тоже летом такие нежные летние цвета там было очень много всяких декораций в наборчике но я вот можно допустим пчелок оттуда взять так это слайдеры потребуется может потребуется какие-нибудь шарми кончики опять же это могут быть совершенно любые вот можно просто цветочки прикрепить на поверхность до этого будет вполне достаточно красивому яркому фону или какие-то варианты с надписями которые очень сильно современят любой наш дизайн ну и еще один момент который нам с вами потребуется сегодня из как бы вам не показалось это странным это будет буквально линеарная линер лайнер как хотите назовите это значит будет у нас такая ручка капиллярная вот они бывают разные мы пользуемся вот таким вот называется ручки сейчас вам покажу как микрон вот и размерчик вот 003 очень тоненько пишет ручка и мы можем с вами например мы будем парочку вариантов делать мы успеваем по-любому и например один вариант мы будем использовать например не черный тюльпан и фольгу а например ручкой будем отрисовывать границы между цветами у нас есть такой курс называется граффити и вот как раз таки ручкой линера мы очень как бы много делаем дизайна в этом таком курсе граффити вот ну и возьмем как бы вот этот вот элемент рисование ручкой в наши сегодняшние дизайны все по большому счету все сказала ну а теперь значит для покрытия гелевой краской мы договорились с вами то что в основу возьмем альпийский снег очень плотно хорошо ложится красочка без всяких проблем и мы с вами сделаем фон так я сейчас немножечко вот так вот капельку удалю приготовлю кисточку для покрытия ноль четверочка до кого четверочка классная такая очень удобная кисточка плоский цокор для покрытия так и прежде чем начну работать руками помахала можно уже и перчатку одевать да вот так как положено единственно буду в одной перчатке так удобнее а то очень жарко у нас в ростове очень жарко я думаю что у вас тоже еще пока тепло так 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 но вот так вот хорошо в принципе видно и так гелевая краска альпийский снег и поделаем покрытие значит когда вы сделали укрепление базы да или когда вы сделали искусственные ногти гелевую систему да допустим вы смоделировали ноготь просушили гель запилили поверхность может кто-то у умеет выкладывать и без опила может быть у кого-то агрегелевая система но на твердую поверхность гелевой краски конечно же наносятся без всяких проблем и так далее если например под руками не создалось не оказалось белого гель лака и вы покрываете гель лаком допустим натуральные ногти гелевой краской можно конечно покрывать но при этом нужно делать очень хорошее моделирование хорошее укрепление укрепить хорошо стрессовую зону да потому что все-таки гелевой краски по сравнению с гель лаком это более жесткий материал гель лаки более мягкий так но мы с вами продолжаем сейчас готовить второй вариант покрываю альпийским снегом кто только присоединился еще раз повторю что это гелевая краска ложится плотно и если например удалось плотно положить красочку ну достаточно допустим для тренировки одного слоя а если например гелевая краска легла не плотно хотя если честно я не знаю как так можно сделать потому что она сама по себе плотная ну тогда два тоненьких слоя можно нанести для тренировочки вообще на клиентах гелевой краски как и гель лаки наносят конечно же в два слоя в один тоненький слой просушили и 2 слоненький тоненький слой просушили так теперь мы ничем специально покрывать не будем так это я тут за вошкалась не могу найти под руками кисточку для градиента немножечко растеряла сейчас мы с вами нам помогут девчата так теперь на просушенный фон мы будем добавлять яркие оттенки вот такие красивые буквально минуточку у нас тут маленькая заминочка сейчас секундочку типа техническим вопросом пойдет все замечательно а то забыла на соседнем столе кисточку для градиента так для для перед работой да когда вы только начинаете работать какой-то кисточкой хорошо бы кисточку смочить прозрачную базу кисточка хорошо промывается вот таким образом до промыли кисточку вытираете салфеточкой и принципе кисточка она чистенькая все в нее вымыто на чуть-чуть пропитана базы тогда она будет мягче и как бы легче будет работать такой кистью так ну а теперь мы с вами начинаем потихонечку добавлять яркие цвета лета на наш фон ну например например можно взять немножечко синего гель-лака и на кончик кисточки и потянуть вот аккуратненько сверху немножечко шагнуть в сторону вниз можно продолжить точно так же еще разочек в сторону и вниз и не преследовала цель нанести гель-лак очень плотно мне наоборот надо чтобы были такими вот полочками можно по большому счету просушить вы знаете можно не просушивая тогда будет и более интересно перемешиваться гель-лаки на поверхности ногтевой пластины например давайте добавим сразу яркий неоновый зеленый так можно слегка слегка помочь гель-лаку растечься ну хотя вы знаете я бы не стала этого делать но так чуть-чуть так просушиваем и на втором варианте давайте возьмем какое-то другое сочетание цветов например сделаем желтый и положим краску по диагонали вернее не краску а гель-лак вот так желтенький можно немножко подмешать например вот такой взял возьмем ну такой слегка как бы не такой не слегка уж а ядерно-оранжевый но немножко подмешаем желтенькими чтобы переход получился более плавный и добавляем оранжевый цвет да неоновый гель-лак кому интересно это номер 49 такой адреналин яркий яркий очень впечатляющий да такой ярко заметный вот так вот новый какой-то цвет вывели ярко заметный да с перепугу так прохожусь просто еще раз и еще раз они просто так забавно смешиваются между собой сюда же можно добавить немножко например розовинки до какой-нибудь можно попросить клиентку перевернуть пальчики добавить вот так вот розовенький цвет вообще по большому счету до похвастаться перед клиенткой в цветами все которые у вас есть по можно добавить в дизайн все что есть в наличии вот давайте пока так оставим видите желтый оранжевый розовый просушиваем но здесь мне тоже как бы вот знаете как бы вот какие бы сочетания вы не брали допустим оранжевый розовый желтый хочется добавить синий зеленый желтый желтый цвет он знаете как бы всегда так освежающий на все это дело действует и всегда очень хорошо сочетается с любыми оттенками вот вы просто желтый цвет вот неоновый пигмент желтый до неоновый гель-лак желтый мне кажется вот с каким бы цветом вы не сочетали он все равно будет сочетаться и с синим и зеленым и с розовым и с оранжевым каким угодно так просушиваем и по большому счету ну сочетание цветов может быть совершенно разное а может быть даже знаете как бы там немножко там розового взяли на кисточку немножко сразу желтенького взяли на кисточку да и можно сразу как бы двигаясь немножечко со стороны в сторону сразу добавлять два цвета или даже три цвета но все зависит от того знаете как бы это конечно удобно там на типсе да когда все-таки ноготочки не очень широкие все-таки придется как бы лучше как бы по каждый цвет отдельно добавить ну потому что чтоб не попала там сильно на валики и так далее да то есть как бы хотелось бы чтобы порядок все-таки был так просушиваем теперь значит мы будем с вами сейчас отделять как бы цвет от цвета и первое чем мы это сделаем это как раз таки вот ручкой да про которую мы говорили так называемый линер да вот такой вот видите это никакого отношения вообще к нашим на самом деле к дизайну на ногтях никакое отношение эти ручки не имеет они просто продаются в канцелярских магазинах стоимость их порядка 250 и выше рублей размер разный ну вот я беру 003 до может быть 005 и так далее то есть как бы есть более толстые стержни есть более тоненькие но это вот как бы тоненький которым удобно рисовать так и прежде чем я начну рисовать значит нам нужно с вами с вами подготовить поверхность дальнейшему дальнейшему ходу наших мыслей значит получается у нас с вами фон есть и он липкий с дисперсией чтобы дисперсии не было чтобы удобно было рисовать чтобы вот например будущем фольга только отпечаталась туда куда надо да мы будем перекрывать ноготочек топ топом без липкого слоя и в нашем случае это теклос теклос топ без липкого слоя то универсальный топ который может быть и завершающим покрытием и промежуточным этапом теклос но я думаю что тоже как бы те кто следят как бы за работой вот как бы наши компании или да многие знают этот гель так и здесь тоже самое хоть мы будем заканчивать немножечко по-разному но подготовительный момент у обоих вариантов абсолютно одинаковый закрываем топом без липкого слоя нашем случае это теклос просушить теклос лучше минуту а вы знаете даже не лучше надо так правильно сказать просушиваем топ минуту а лучше 2 так как мы будем дальше с вами до продолжать работать чтобы ручка рисовала хорошо по поверхности нужно покрыть топом без остаточной липкости может быть вы какими-то другими доработайте материалами не обязательно ими и обязательно девчат просушив не сразу кидаться рисовать а взять бафик бафик например вот 100 на 180 да и мягкой стороной просто слегка убрать глянец то есть даже не слегка а вы берете и делаете поверхность ноготочка матовой и поверхность должна быть похожи вот на листочек бумаги вот видите вот такой шершавый такой вода вот беленький тогда будет ручка очень хорошо писать и стержень не испортится нельзя рисовать такими ручками по липкой поверхности нельзя рисовать вот без бафика да иначе тоже стержень забивается и все потом можно ручку выкинуть и так она вам будет волей и правдой служить если вы будете рисовать по поверхности которую бафик по которой прошлись бафиком так все забафили и обязательно обязательно обезжирили но обезжирили для чего для того что просто убрать пыль который вы да тут напилили с помощью бафика все аккуратненько убираем пыль с помощью обезжиривателя все поверхность готова для дальнейшей работы так а пока мы с вами делаем парочку вариантов да поэтому бафиком забафили я немножечко уйду с экрана буквально на минуточку чтобы было удобно а то под этот под телефончиком не очень удобно бафиком бафить и еще у вас голова закружится когда я бафиком перед глазами туда-сюда туда-сюда ну все и обязательно обезжирили но обезжирили просто для того чтобы убрать пыль так замечательно теперь значит первый вариант мы с вами ручкой да как договорились мы будем просто с вами выделять зоны которые мы с вами намесли с помощью неоновых гель-лаков причем вы даже знаете можете сами придумать вот допустим граница между желтым и оранжевым цветом между желтым и розовым цветом да то есть как бы можно буквально придумать какие-то даже извилины которых здесь нету и вот очень хорошо ручка это рисует если по поверхности да вот прошлись бафиком обезжирили и увели на нет можно сделать какую-нибудь двойную линию причем начать чуть подальше а закончить прям поближе 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 это знаете хорошая альтернатива если например не получается кисточкой рисовать тонкие тонкие линии да очень удобно отрисовывать например вот такой вот ручкой так у нас вот опять же есть еще один курс наличие проходит в виде трехчасового занятия nail tattoo мы тоже там рисуем именно линерами и раскрашиваем рисунки либо витражными гель-лаками либо вообще не раскрашиваем тоже интересно смотрится то есть очень хорошая альтернатива если не получается рисовать тоненько с помощью допустим красок и кисточек до гелевых красок имеется ввиду так давайте вот сюда добавим ну и в принципе в принципе я думаю что можно конечно закончить но наш каждый раз знаете держите меня семеро сейчас еще вот у чуть-чуть и тут чуть-чуть так еще можно сделать очень интересный вариант элемент добавить это вот сделать вот такие вот как будто бы продолговатые дырочки такие и можно их закрасить белым цветом будет впечатление что вы покрытие сделали с дырками хотя на самом деле ничего мы тут не дырявили так ну вот так вот да таким образом можно еще добавить несколько каких-нибудь пятнышек можно это кстати потом сделать и гель-лаком или гелевой краской чтобы долго не чирикать ручкой ну мы чуть-чуть буквально давайте еще вот здесь вот здесь вот здесь очень удобно рисовать это для любителей которые знаете клиенты которые говорят мне все что угодно только не цветочки да и вход идут как раз таки какие-то абстракции и абстракции в которые можно просто вот забабахать все цвета которые стоят на вашем столе сушить в лампе не надо потому что высыхает на воздухе так и возьмем какую-нибудь тоненькую кисточку небольшую и возьму белую гелевую красочку видно вот она и вот эти вот дырочки которые я нарисовала на цветном покрытии так вот возьму немножко гелевой краски и просто раскрашу вот эти промежутки будет впечатление что мы с вами сделали покрытие с дырками то есть как бы вот этот цвет этих дырочек должен соответствовать цвету покрытия сюда вот сюда здесь ну вот видите стало намного интересней как называется этот прибор только у меня висит ага нет не висит нет вроде бы не висит у нас все хорошо как называется да отлично значит как называется прибор это капиллярная ручка она называется линер никакого отношения к ногтевому к ногтям она не имеет просто придется в канцелярских магазинах и просто это дорогие довольно таки ручечки знаете вот у нее смотрите сейчас я поставлю суши как правильно называется карандаш он не знаю я думала что до сегодняшнего дня что линер может быть лайнер будет правильный либо линер либо лайнер короче как бы ручка капиллярная смотрите вот у нее вот такая железная основа то есть не шариковая видите у никак на конце как кусочек лесочки вот и она высыхает и не размазывается потом когда вы покрываете топом но нужно конечно же хранить в колпачке бывают разные варианты смотрите мне вот такая тоже есть линер видите вот мульти линер так давайте вот еще какая-то мне тут лежит такой вариант у них размеры разные вот это 08 тут будет такой толстенький стержень смотрите видите вот такой толстенький размерчик большой вот а ну я вот для рисования беру 003 линер все правильно так а тем временем у нас пока просох гель до беленький который мы давали соответствует фону как будто с дырками покрытия ну и конечно же давайте мы сюда что-то добавим что же мы просто так оставим ходил на самом деле можно и так оставить почему бы и нет но я предлагаю как как положено в ростове на дону дорого-богато до чтобы было можно допустим буквально сейчас секундочку какие-нибудь цветочки вот так можно вот такой можно цветочек где-нибудь на светлый фон вот сюда например будет интересно смотреться или допустим там просто какую-нибудь надпись буквально вот допустим смотрите пинаколада допустим вот так вот будет хорошо видно да можно вот так например сделать ну на самом деле как бы кто во что гораст как говорится так что тут у нас мне буквально под руками вот из такие остаточки можно сюда любую картинку прикрепить вот но давайте я вот мне все-таки очень сильно нравятся эти картинки с пчелами очень забавно смотрится я возьму одну большую пчелу бабочки можно прикрепить до бабочки какие-нибудь жуки веточки цветочки абсолютно вот все что у вас есть самое главное знаете как будто не собирайте как плюшки накупили что-нибудь там допустим какие-нибудь картинки с апельсинами ну везде апельсины прикрепите купили бабочек точно беспроигрышный вариант и можно все подряд крепить все что не жалко должно быть не жалко быть должно быть не жалко ничего надо покупать использовать и к осени уже готовить коробочки под новые какие-нибудь наклеечки слайдеры и так далее так на что будем прикреплять ну конечно же на слайдер топ слайдер топ это топ у нас с рыбким слоем слайдер топ покрываем можно только допустим там буквально немножечко нанесли тоненьким слоем слайдер топ для того чтобы было хорошее сцепление даст наклеечка просушиваем буквально 10-15 секунд хватит для того чтобы слайдер топ подсох и потом мы возьмем с вами буквально парочку насекомых и перекрепим их сюда на поверхность ну вот дырочка не хотелось бы закрывать ну наверное вот одну закроем вот так вот одну пчелку сюда не придется закрыть вот так чтобы она не сливалась просто так и давайте одну повыше еще раз повторюсь есть бабочки прикрепите бабочку прикольно тоже будет есть цветочки прикрепите цветочки так все подсушиваем просушиваем и подсушили 10-15 секунд просушили прикрепили слайдер ну еще подсушите 10-15 секунд это же не сложно правильно обязательно слайдеры для того чтобы хорошо держались на поверхности конечно ультрабондом да хорошо бы покрыть ультрабондом для чего для сцепления хорошего ненужная пленочка растворится все ультрабонд добавили и закрываем топом но опять же это топ может быть глянцевый это топ может быть матовый абсолютно не принципиально важно давайте мы покроем глянцевым топом все покрыли просушиваем просушиваем так как это топ и завершающее покрытие просушиваем минутку а лучше 2 любой топ лучше сушить чуть чуть подольше так ну и конечно же мы не ищем легких путей давайте я предлагаю сделать так чтобы крылышки у бабочек у пчелок у каких-нибудь тараканов летающих мы можем их сделать немножко объемными выпустив вот им пасту белую допустив на крылышки точно так же как вот на бабочки видите тоже такой объемчик и точно так же как на цветочках объемчик сверху очень прикольно смотрится выводится на передний план мы возьмем с вами капельку м пасты гелевая краска без остаточной липкости до белый рафинад буквально капельку-капельку и теперь кисточкой к зл е 1 мне нравятся эти всякие обозначения до кого к зл е так ну смысл в чем лепесточек единичка для жесткого видите опять же плоский цоколь очень удобно этой кисточкой проставлять лепесточки и на одном случае у нас будут крылышки это будет буквально чуть-чуть больше слов знаете как бы больше напускаем важности всему этому действу хотя на самом деле все это очень просто нажали и поднимаем крылышко становится чуть чуть поярче можно конечно смело прям объемчик добавить не бояться и второе крылышко 2 крылышко даже получилось у меня жирнее на этим крылом быстрее улетит так давайте немножечко его об так не нравится что неравномерно получилось я все-таки хочу равномерно даже если несмотря на то что ты все таки не на клиентке а просто как образец хочется все равно порядка мне кажется от этого смотрится по взрослому аккуратненько так с краешку крылышко и об тому месту где она прикрепляется да вот так все это будет просто аккуратнее конечно же так ну и здесь тоже одно крылышко побольше одно поменьше становится хорошо видным одно крылышко побольше и поменьше в любой непонятной ситуации можно всегда добавить несколько каких-нибудь маленьких добавочек виде каких-нибудь точечек тем более что у нас абстракция да тем более что у нас ничего конкретного просто пытаемся к концу лета использовать все яркие цвета которые были у нас там лежали стояли на столе все просушиваем девчат получается вот такой вот вариант и давайте второй вариант у нас с вами начало было точно такое же только цвета мы с вами взяли несколько другие синий зеленый желтый например и я предлагаю можно например совместить можно нарисовать допустим несколько линий ручкой а несколько линий нарисовать например гелевой краской отпечатать фольгу давайте так и сделаем то есть линер да опять же беру буквально какие-нибудь небольшие такие так вот здесь давайте по краешку вот таким вот образом одна линия вот здесь вот 2 и вот я тут синенький вроде как от зелененького отделяем давайте вот сюда выведем линию желтую территорию отметим надо какую-нибудь линию сделать двойной так она интереснее смотрится когда двойная линия проходит кажется так знаете по взрослому сразу смотрится так вот теперь ручку не надо сушить в лампе да то есть как бы нарисовали а теперь давайте возьмем гелевую краску черный тюльпан и воспользуемся его свойством зная что на липкий слой черного тюльпана очень хорошо отпечатывается фольга и мы можем в дизайн добавить немножко праздника фольга это немножко праздник в любом случае блестит переливается а на черный тюльпан знаете можно отпечатать абсолютно любую фольгу и золотую серебряную красную зеленую какую хотите так ну давайте поехали значит где-то конечно же параллельно пройдут линии на которой будет отпечатана фольга так давайте вот сюда нужно немножко в сторону мы так как мы сейчас какую-нибудь декорацию сюда прикрепим и получится так что какие-то линии конечно же допустим слайдеры наши там или наклеечки закроют но это не ничего страшного абсолютно если возвращаться все время к теме мыслами что мы все-таки делаем абстракцию да то есть ничего сверхъестественного не случится так 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 ну чтоб такого еще сделать плохого можно знаете как бы где-то какие-нибудь перекладинке перекинуть иногда самой себе хочется сказать вот она тебе надо было зачем ты вот туда добавила сюда добавила ну это же просто как технический больше вопрос да может быть и на клиентах не стоило было этого делать но хочется вам максимально загрузить в том плане что вот если делаешь технически правильные вещи и дизайны получаются прикольны и хочется часто сказать о том что качество дизайна зависит часто откалить от качества его материала который вы используете в дизайнах и вот например черный тюльпан это гелевая краска довольно таки ну как всех времен и народов скажем так и и многие люди не работают например с ними но почему-то черный тюльпан все равно на столе у них стоит потому что именно на эту гелевую краску классно отпечатывается фольга немножко у меня толстовато получилось но ничего страшного это только в тут блеску будет больше так просушиваем так а вот теперь очень важный вопрос и прям очень 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 важный дело в том что гелевые краски на которых отпечатывается фольга так но у нас этот варианте готов сейчас я этих пчелок у нас вот сюда поселю значит очень важный вопрос сколько по времени сушить надо гелевую краску что подпечатать фольгу значит понятно что мы можем говорить допустим четко сто процентов в раз со стопроцентной вероятностью что именно на черный тюльпан на гелевую краску классно отпечатывается фольга значит может быть каких-то других фирмах есть тоже и фольга и гель на такой на который отпечатывается так вот важно в этом вопросе именно временное пространство я например вот сейчас вот уже не знаю сто раз убедилась кто-то говорит 10 секунд кто-то говорит 30 кто-то говорит там еще какие-то интересные цифры ну вот например в классе когда мы допустим проходит курс в классе конкретно вот допустим я говорю одну минуту и мне кажется вот еще не было ни одного такого человека у которого через одну минуту не отпечаталась фольга да я согласна с вами что лампу всех разные мощность разная материалы разные ну нужно просто конечно же попробовать но если вы работаете с эми если вы допустим берете в работу черный тюльпан гелевую краску то время просушки 1 минута и через одну минуту фольга отпечатывается просто шикарно вот сейчас мы пока поговорили пока тут на правах рекламы 25 кадра я говорила черном тюльпане гелевой краски ну а теперь вот как раз таки мы отпечатаем фольгушку фольга обыкновенная вот хорошо конечно же отпечатывается фольга которая если вы повернете фольгу с этой стороны видите она такая металлическая металл вот именно вот этой металлической стороны вы прикасаетесь к поверхности липкого слоя черного тюльпана значит вы нажимаете большим пальчиком сквозь фольгу да и держите какой-то буквально секунду две-три и отрываете не надо и лозить пальцами туда-сюда не надо все должно быть четко красиво без всяких проблем так на эту книгу подставлю пальчик и так нажимаем и и отрываем то есть она уже классно вон ведь уже значит нажимаем нажали поддержали как погода как природа и только после этого оторвали не надо и лозить туда-сюда пальцами отпечатывается на шикарно нажали поддержали оторвали очень люблю шутку про бога в этот момент когда знаете как бы нажимаете нажали вам чтобы как бы не хотелось сразу бегом куда-то бежать нажали и про себя сказали спасибо богу ногтей гиппанихио за то что все отпечатается и оторвали все отпечаталось вот смотрите я попытаюсь оставаться вот так на просвет показать чтобы потому что иногда как бы когда смотришь на типсу кажется да нет вон же черный цвет вот смотрите и вот вот тут вот будете как вы тут вот видите капелька черного вы сейчас скажете да и будете правы вот все-то печатали вот повернула просто подсвет видите все везде золотое без всяких пробелов так просушиваем да ну на самом деле вопрос опять же спорный вот говорят надо всушить фольгу когда вы отпечатали или не надо не знаю с точки зрения как бы высохли гель да конечно высох фольга отпечаталась отпечаталась все уже произошло то есть принципе как бы если вы не просушить и ничего страшного не будет но дело в другом дело в том что когда например вы закончили на одном пальчике одной руки клиентка сразу тянется там к телефону до что-то почесаться поправить и так далее так вот чтобы на подвиге и и не тянула пока вы отпечатываете на пальчик второй руки конечно скажите давайте просушим сушить и сушить и но на самом деле потом будет отговорка хорошая если вдруг у ничего не случится скажите вот видите вы не досушили вы сами виноваты вот но короче шутки шутками а мы с вами подсушили так ну и конечно же давайте добавим сюда какую-нибудь декорацию ну что ж у нас все есть под руками почему бы не добавить ну буквально чуть-чуть так опять же возьму слайдер и вот у меня тут мне нравятся вот эти вот цветочки здесь сейчас вам покажу они такие прикольные ненавязчивые и не сильно яркие все таки фон у нас довольно таки яркий поэтому считаю что будет достаточно чтобы сильно долго не задерживать можно конечно было сейчас и бабочку взять и какую-нибудь там летающую не знаю там с летающего жучка паучка вот а я возьму вот этот цветочек видите такой беленький с веточками даем как раз нам сейчас сюда вот прям вот по центру мы часов пристроим и фольгушечка будет и цветочек ну вы понимаете да лучшее сразу как положено в ростове-на-дону дорого-богато вот значит слайдер топ нам потребуется естественно слайдер топ всем известный вообще слайдер топ знаете классный уникальный такой гель он как бы не дает сколов он на основе лака сделал даже пахнет как лак но у него такая шикарная дисперсия на эту дисперсию можно втирать пыли мелкие крупные можно отпечатывать фольгу можно закрывать слайдер и прикреплять слайдер на него вот такой технический гель мы его не используем как верхнее покрытие он ну не долго скажем блестит быстро царапается то есть он такой вот мягкий то есть как бы он именно для именно для промежуточных этапов девчат слайдер топ нанесла просушу 10-15 секунд опять же можно не на весь ноготь можно только буквально под картинку вот но я знаете как бы когда наношу на весь ноготь тоненьким слоем мне кажется что и толщина ногтевой пластины по всей поверхности будет одинаково ну а если вы нанесете только буквально под слайдер тоже никакой ошибки на самом деле не будет давайте вот так вот сюда цветочки вот если слайдер топ чуть-чуть не досушить вот я его сушила 10-15 секунд и очень хорошо двигается картинка по поверхности то есть как бы если вы просушите 30 секунд и более то она двигаться не будет но если честно я не надо было все-таки на на чуть пониже сейчас вот я чуть чуть пониже даже можно немножко развернуть так подсушиваем подсушиваем буквально там 10-15 секунд подсушили то время которое не хватило до до полной просушки подсушили и покрываем топом да значит обязательно слайдер обрабатываем ультрабондом это уже должно быть как очень аж потому что слайдер это пленочка которая не содержит липкого слоя поэтому ультрабонд будет для сцепления с последующим слоем закрываем топом это может быть глянцевый топ это может быть матовый топ это не принципиально важно кому что чем больше нравится работать знаете вот допустим в работе мне очень нравится матовый топ дизайна добавлять а вот допустим на руках я чё-то как-то ни разу не покрывала матовым топом ну я и дизайн-то особо никакой не делаю кроме черного френча у меня спрашивают почему мне кажется он меня просто стройнит я считаю что это самый красивый френч на свете с помощью именно гелевой краски черный тюльпан вот классный да как реклама ничего не меняется за это время так просушиваем топ ну и естественно мы с вами точно так же как и у пчелок возьмем немножечко белой эмпасты эмпаста гелевая краска без остаточной липкости возьмем капельку кисточка опять же козыл е1 лепесточек да вот не такой плоский цоколь и она плоская она сама уже как лепесточек как цветочек и уже на готовый ноготочек увеличим объем лепесточком выведем их на передний план сейчас многие так мастера кстати делают если честно я даже у кого-то подсмотрела так вот аккуратненько на краешек совсем чуть-чуть лепесточки становятся более яркими естественно белый цвет всегда выигрышно до смотрится на любых цветах потому что он как бы хорошо сочетается с любыми цветами на любом фоне на любом цвете картинка такая знаете как бы оживает становится такой объемный можно даже придумать пару лепесточков которых здесь в принципе нет если нужно закрыть какую-нибудь до дырку на обоих можно картинку повесить а у нас если вдруг какое-то неловкое место можно взять его и замаскировать так замаскировала не буду рассказывать что я там замаскировала самое главное что по моему не видно никаких недочетов не ну конечно они тут есть не без этого и под камеру тут вот не очень удобно подлазить ну и тем не менее так возьму тоненькую кисточку так и вот тут вот немножко буквально чуть-чуть и в любой непонятной ситуации можно всегда добавить несколько точечек которые конечно же привлекут к себе внимание да то что мы с вами сделали яркий фон из того что было на столе это очень хорошо но всегда можно добавить докрасить понятно все на я сама согласна с вами сейчас кто-то скажет что типа там много всего и так далее на самом деле мы просто больше обсуждаем в этих дизайнах и в таких мастер-классах техническую сторону вопроса да что можно нарисовать ручкой что можно нарисовать гировой краской черный тюльпан что можно отпечатать фольгу можно добавить слайдер добавить какие-то элементы сверху отрисовать да с помощью материалов мы просто пытаемся девчат подсказать вам в работе как бы как можно как бы технически сочетать разные материалы сколько дизайн уходит на такой если не разговариваете руками не махать юля спрашивать сколько уходит времени в это буквально займет это будет все будет обусловлено временем просушки я сейчас пока поставлю в лампу сушить значит все будет обусловлено временем просушки если например как бы ну цвет вы сушите 30 секунд на одном пальце да пока покрываете там второй палец 30 секунд нанесли цвета здесь мазнули два раза там мазнули два раза ну сколько вас уйдет ну еще минута уйдет и 30 минут 30 секунд на просушку закрыли теклосом минуту просушили то есть у вас будет складываться время из времени просушки то есть вот на сейчас на момент который допустим вот я сейчас сказала на сейчас на да совершенно классно говорю это все нервишки как обычно вот то есть получается уже там минута 30 32 плюс просушить минуту теклос чтобы фольгу отпечатать плюс отпечатать теклос девчат ну 10 минут это потолок это и то не потому что вы будете медленно наносить какой-то гель-лак там да на поверхность а чисто из-за того что сушить надо да то есть как бы не высохнет оно на воздухе вот и хорошо все гармонично никакого огорода спасибо большое за поддержку я же говорю даже если я говорю вот на себе бы наверное бы я наверное не знаю может на одном пальце конечно и выносила бы но я не экспериментирую вот поэтому стараюсь как бы такой будет больше консерватор а еще потом знаете когда ты за целый день насмотришься вот на такую яркость и конечно же иду раз думаешь нет уже не могу лучше черный френч вот тут больше технические вопросы да что нанести как подсушить как украсить как добавить ведь не обязательно делать именно точно так же как и мы надеюсь что мы были вам полезны надеюсь что лето вам как сказать в душу да летних дизайнов душу побольше вам клиентов побольше денежных вам клиентов спасибо за ваше внимание девчат до свидания и всего хорошего спасибо